Друзья, всех приветствую из города-курорта Геленджик. И вы только посмотрите, что творится сегодня с Черным морем в Геленджике. Это, конечно, ужас, потому что погода сегодня целый день. Вот такая вот дождь, ветер сильнейший. Мы просто замерзли уже. И вот буквально 10 минут назад тоже прошел дождичек. И вот мы сейчас идем по набережной. Один раз сфоткинся. Дизбол. Это, конечно, что-то с чем-то. Вот эти вот самокаты, они вообще дорогого стоят. Потому что вот берешь самокат, так мало того, он еще и нерабочий. Потому что ты берешь его, мы сегодня хотели арендовать. Взяли его, с нас списали там что-то 70 рублей. Он в итоге так и не поехал. Нажимаешь на кнопку газа, а он не едет. А деньги-то с тебя уже списали, как за аренду самоката. А потом плюс, плюс еще поминутно с тебя списывают. Павел Николаевич из-за. Ну что, где был? Погулялся. Погулялся. В общем, сегодня приехали и весь день какой-то вот насмарку. Знаете, всю ночь не спали. Спать хотим. На море толком не искупались. Ветер ужасный. Везде холодно. То ветер, то дождь, то еще что-нибудь. И вот даже вот элементарно вот не искупаться, не у бассейна. В бассейнах в Лазе очень холодно. Ветер холодный дует. Я вообще не понимаю, как здесь люди вот вообще приезжают. Вот посмотрите, что с моря. Как вот люди приезжают. И я, насколько поняла, здесь всегда ветер очень сильный в Геленджике. То есть здесь вот реально как будто вот ты вот сейчас находишься в Сочи где-то вот в феврале. И очень холодно. А мы вот не взяли с собой ничего, кроме вот там футболок и каких-то шорт. Все. Не знаю, какой завтра будет день, но я вроде бы по прогнозу смотрела, там должно быть солнце. Вот, допустим, сейчас, вот посмотрите, местная температура воздуха 23 градуса. И то вот в 5 часов там якобы облачно с прояснениями. Ну, что-то вот как-то вот все как-то вот не очень. И людей нет. Купаться тоже негде. Здесь, значит, все пляжи, они какие-то странные. Они очень узкие. Я не знаю, даже уже, чем пляж Рыжий в Сочи. И я на него плююсь. А тут, оказывается, еще хуже пляжа. И, насколько я поняла, то есть все ходят купаться, то есть не в бухте, а идут туда купаться. В открытое море. Это вот сейчас мы проходим пляж Санатория Кавказ. Лимонадный бар у них здесь. Людей, конечно, ну, поменьше, чем в Сочи. Ну и кроме собачьего холода, конечно, я вообще не знаю, что и сказать даже. Здесь вот как на равнине. Очень холодно, как бы мы не заболели. У меня уже, я чувствую, что болит горло. Я сегодня вот утром, в 5 утра один раз вот искупалась. Вот они пляжи. И людей вот, ну, нет. Естественно, черный флаг висит. Черный, не знаю, черный это... Купание категорически, наверное, запрещено. Либо я не знаю, что значит. Вообще, как бы, красный флаг запрещает купание. А что черный, замечательно, точно знаю. Ну и море сами, да, видите, в каком состоянии. Просто черное, чернющее. И что? Да, повезло нам, конечно, с погодкой. Погодка отпад. И идти, получается, нам вроде бы, как и до моря от нашего отеля, это и недолго. Но вот, чтобы вот что-то найти, более-менее какой-то ресторан, нужно идти вот очень-очень долго по этой набережке. Ты идешь, 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 идешь. То есть, здесь нужно много ходить. Мы сегодня арендовали и самокаты, и на самокатах мы катались. Но там чуть дальше начинается красная зона. И полностью проехать набережную на самокатах нельзя. У нас, кстати, тоже в Сочи запретили кататься во многих местах уже, и на центральной набережной тоже запретили кататься на электросамокатах. Тут, кстати, находится маяк. Вот оно, это здание старое, 1897 года. И здесь вот даже есть скульптура, как она, в общем, посвящена вот, типа, маяку там какому-то, человек-маяк. Человек-фонарь, человек-маяк. Сейчас дойду, покажу вам. Все фотографируются. Вот, люди даже, видите, ходят, ну как, вот, приехать на курорт, и вот эти вот бесконечные ветра. Вот, старый маячник, скульптура. Вот она. Отходи, отходи, отходи. Люди фоткались. Вот он, старый маячник. И собачка. И собачка. Мусорки вот в таком состоянии, конечно. Это вам не Сочи. Пакеты мусорные не надевают. Здесь стоит бинокль. Можно посмотреть бинокль. Все машинки вот тоже закрыты электро, потому что все уже испугались просто. Вот, кстати, какая-то столовая. Вот столовая. Боитесь? Страшно? Там даже виски есть. Почему? О, какой мужчина веселый. С колонкой. Но. Так, а это у нас находится здесь пляж. Точнее, ну как у нас? У города. Находится здесь пляж отеля Allianz Family Resort and Spa Beatrice. Это сессия. Сувениры, кстати, утром они начинают свою работу. Я вам так скажу, даже мороженое, чтобы купить какие-то там коктейли, что-то еще. Не знаю, может быть, нам так повезло. Может быть, это только сегодня. Вот здесь есть такая терраса. Ну, а купания сами, да, видите, какая-то. Никакое оно. Никакое. А еще, кстати, здесь очень много хвойных деревьев. Вот мне это напоминает, знаете, Кеме. Где очень много хвойных деревьев. А еще у них на этих деревьях, в хвойных, много закреплено кормушек для белочек. И мы там сегодня тоже видели белочки. Они прям свободно выбегают, подвигают к людям. Их там чем-нибудь приманить. И они бегут к тебе. Спускаются по дереву. И берут там у тебя из рук что-то там им будут предлагать. Ну, вот такой вот белочек. Сочи, конечно, тоже таким бывает. Но и не зря нам отменили комету, наш глифон, на котором мы должны были сегодня приплыть. Как раз-таки во сколько... Сколько мы должны были приплыть? Я что-то уже даже и забыла. Я вот сейчас хотя бы немножко поспала в номере. Где-то часик, наверное, тревнула. Потому что еще в ночь мы не спали. Утром с 4 утра вообще мы не спали. И вот нам хотя бы чуть-чуть удалось поспать. Ну, а тут вот видите, тоже хвойное дерево какое. И шишечек очень много. Все, конечно, такие в толстовках. Я бы сейчас сама не отказалась бы. От толстовки, ну, очень холодно. И ветер очень сильно, он прям пронизывает. Аж до костей. Вот там черный флаг. Шторм купания запрещено. Табличка стоит внизу. И вот такой лес. Набережная. Нужно искать какой-то закрытый ресторан. Мы хотим что-то покушать. А в основном у нас здесь открытого типа. А закрытого типа вот особо-то и ничего нет. Я вот смотрю, даже здесь вот опустили вот. Как такие, ну, выгодные шторы. Красная толка. Санаторий. Красная толка или красная толка. Не знаю. И вот мы вот уже уйдем. Сколько мы идем здесь. Ну, и то я начала записывать видео не с самого начала. Ну, вот мы просто вот идем таким вот измеренным шагом. А вот толком даже ничего не получается. Ну, и все такое, знаете, вот в этой части оно все такое вот а-ля Савдеп. Вот как-то вот, ну, что-то вот как-то вот не то. Вот наш Сочи, он... Наш Сочи, он как-то вот гораздо, гораздо вот как-то лучше. Вот меню. Салаты, мангол. Салаты. 580, 850, 570. Горячие закуски, завтраки, холодные закуски, гарнир, первые блюда, паста. Блин, что-то как-то не вызывает доверия. Вот это дядя. А пойдем, может, в сыроварню там чуть дальше. А там сыроварня как в этом? А я вот не знаю. Пошли посмотрим. Хотя бы, да. На Арджоникидзе что? Я тебе не дужу. Мам, я уменяю. Тише. Мам, я не дужу тебе. Хорошо. Ну, а людей, вот видите, да? Никого нет практически. Потому что штормовое предупреждение. Мороженое толком никто не берет. Все как-то печально. Даже вот свой нос не хочется высовывать из номера. Надо было нам брать все-таки. Кстати, вон я вижу какой-то типо ход корабль выехал. Это вот первый, который я увидела, что он выехал куда-то. За весь день. Ни разу его не видела. Кстати, у них прикольно. На газонах стоят вот такие вот собачки. И типа написано, что запрещено. Как это на газон. Запрещено. Он для детей. Даже вот, смотрите, в санаторий красная толка. Песок для детей. Детская площадка такая большая, кстати. Неплохой пляш. Интересно, что там с заходом в море. Раздевалки вот вижу. Ну вот этот вот пляш еще более-менее. Такой широкий. Неплохой. Вот сколько шезлонги даже вот не знаю. А это, кстати, вот как эти дубы. И там на дубе, на дубе русалка сидит. Золотая цепь. Кот ученый. Все вот выстроили с ним фотографироваться. Маринад? Нет, это Марина Д. Марина Д? Что там, долго еще идти до сыроварной этой? Шашлычный дворик вон. Шашлычный дворик. А вон шашлычный дворик. Ну что, вы приехали сюда, шашлычный дворик пошел? А, станичный. А, что, вы приехали сюда, шашлычный дворик пошел? Да. Что, аквапарк на два дня закрывает. Подстанка сгорела. Что, прикольно? Ну, ничего страшного. В ресторане будем сидеть. Пойдем в меню посмотрим. Кукуруза, а сколько кукурузы стоит? Интересно. Что-то даже не написано. А, вот. 100 рублей. 100 рублей кукуруза. Мы сейчас зашли в этот столичный дворик. Там, получается, люля куриная. Люля куриная. За 100 грамм 400 рублей. 100 грамм. Можно килограмм купить свинины за эти деньги. А вот, кстати, даже в мельчаке орудует банда мошенников. Все, сверемя. Макаки, попугаи, кто угодно. Вот, пожалуйста. Фотографировать. Фотографироваться приглашают. Вот. Мужчина на дудочке играет. Санта-Фэмон. Итальяно. Ходище какое-то. Можно туда. Сейчас туда пройдем, посмотрим цены. Да, я представляю, сколько людей заболеет после такого ветра. Фонтан. Это, наверное, сам кафе какой-то. Ресторан. Кафе. Нет, ресторан. Кафе. Горячие закуски. Зачем? Это первые блюда. Самый дешевый бульон. Суп-крем. Грибной 430. Борщ 360. Димишатай. Горячие блюда. Стей грибай. Ресовой за 100 грамм. 1300. Томленные синые ребра. Салаты. Завтраки. Паста. Паста. Димишатай. Короче, все как-то, как-то даже вот непонятно как. Может быть, дойдем сейчас до сыроварни. Ну что? Вот, мы уже дошли. Дошли до сыроварни. Ресторан. Сыроварная лавка. Мама, куда мы туда-сюда? Там открыто латипа, ты видишь? Да. Мы уходим туда-сюда. Потому что мы ищем. Вон детская площадка тоже. Вон большая детская площадка здесь есть. Можно они сюда? Не открываются и... Да. Да. О-о-о. Да. Ту-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ой, прям вообще ужас. Прям такой ветер. Прям метри щитует. Прям сюда, вот на вот эту крышу. Вот. Видите, да, что происходит? Я не знаю, как у нас какой-то. Все, я побегу. Вот сыроварня. Ресторан. Сырная лавка. Есть, как и на улице, столики. Я еще в нем его приметила. На улице столики. И внутри столики тоже есть. Сейчас попробуем сюда зайти. Посмотреть, что здесь. Вот тоже меню стоит. Блюда на сковороде. Пицца из дровяной печи даже есть. О, пиццу. Вот, пожалуйста, маргарита. 620 рублей. Паста. Тоже есть. Фокаччо и брускетты. На закуску. Сыры из сыроварни. Моцарелла. Салаты с сыром. Из творога есть. Супы. Окрошка на классике и фире. 570 рублей. Гаспачо. Блюда на сковороде. Бестроганов с картофелем. На горячее. Пойдем. Раза вот на входе продает сыр. Каччо-то с трюфелем. Одна штука 350 рублей. Моцарелла одна штука 450 рублей. Рикотта 200 грамм 320 рублей. Нету места. Все, нет места. Нету места. Спасибо. В общем, мест нет. Мест нет. Мест нет. Там холодно, Дим. Там есть посадочные места. Холодно. Мне кажется, нужно было в этом, наверное, итальяна даже останавливаться. Но там тоже дорого. Везде все дорого. Какие-то вот бесслословные деньги. Блюда на льду. Закуски. Холодные закуски. Море, рыба. Мидии, черноморские. Барабуля, мясо, птица. Пиво разливное. Роллы даже есть. Десерты, гарниры. Трастное вино. Супы. Паста. Пойдемте там, где люляшка за 1200. 100 грамм. Пойдем вот сюда. В общем, кружимся, кружимся. А толку никакого. Ага. В общем, сейчас вот сюда зайдем. Пойдем вот в этот и все. Вот Santa Fe называется. Вот этот ресторан. Santa Fe. Вот эта птичка, я не знаю, что назначать. Может быть, символ какой-то Геленджика. Даже вот не знаю. Все, нужно сюда заходить, да и все. Ничего не думать. О, даже туалет рядом. О, зато цветные вон столики. Ого, прям царские какие-то. Да, да. Царские какие-то. Какой? Или круглый вон. Че? Вы здесь? Ну, давай. Сдвинем, да. Сдвинем, ну давай. Пошли. В общем, мы вот зашли вот в этот ресторан, Santa Fe. Сейчас я так поставлю вам. Меню, конечно, красивое, но сразу же в стопе вся пицца и все, что связано с мукой. Я не знаю, может, у них большой поставки муки там не было. Куда они дели муки? Муку я вот даже не знаю. Короче, ни одной пиццы нету. Дима хотел заказать бараболю. Ее тоже нет, по всей видимости, потому что там мучная обжарка. Муки нету. Да. Потом что-то там еще было в стопе. В общем, этого нет, того нет. Но меню вроде бы как красивое, но... Так тоже вроде бы и ничего. Вроде бы красиво, но людей нет, наверное, потому что нет пиццы. А в основном, наверное, люди пиццу заказывают. А так... Еще и пиццы нет. Ну, это самый ходовой, мне кажется, такой вот товар. Ну, в общем-то, вот игристые вина, безалкогольные коктейли. Пицца из дровяной печи. Но ее нет, к сожалению. Цены, вот, допустим, 4 сыра. 30 грамм 680. Ну, как бы такая вот ерунда. В общем, я заказала себе петучини карбонара. Вот такую. И глинтвейн. А то у меня тут что-то это... Я так подумала. У меня болит уже горло. Поэтому... Поэтому... Да. Мне принесли глинтвейнчик. Сейчас попробую. Так, в корице. А, вот все. Вижу корице, вот она плавается. Все, все, все. Вижу. Сейчас попробую. Чоколад? Чоколад. Хорошо. Ты съешь три фрукта эти? А у нас столько одного объема. 150 грамм. Вкусно. Ну, по-моему, слишком сладко. 150 грамм. Сейчас еще попробуем, и вам точно скажу. Ну да, давайте. Давай. Высылай. Встретились. Да. Давай. На. Давай, давай. Денису нечем, да? Высылай. О, мой. Где мне там непонятно, бля? Вадим, может, вообще в зоопарке остался? Может, в зоопарке есть? Мне принесли вот такой вот. О, а почему она... А-а-а, я думала, это... Этот, как я... Лапша. А я смотрю, фетучини. Думаю, должна же быть фетучини. Фетучини, ветчина, грибочки. А, даже, наверное, грибок... Этот, бекон, это... А здесь... Слушай, у нас были с ума... Дима. У Димы здесь вот такой грибной суп. Ну, это вот, естественно, картофель фри, кальмар. Денис заказал. Красиво делает. По-брятски у вас это. Ну, да. Не, грибной хороший. О, а сухарики, это что за сухарики? А это с кальмаром или? У Дениса он. Мороженое, да? Стоять граммов мороженого. Поклевка. Сто пятьдесят? Да. Стоять граммов мороженого. Три шарика было. С шоколадом, да? Да. С шоколадом? С шоколадом. С шоколадом надо было брать. Я же говорю, говорит, ребенку 50 граммов не помню. Сто граммов мороженого и 50 граммов. И 50 граммов. Сейчас попробую. Сейчас тебе видео.